Привет, друзья! Ну что, мы уже прилетели. Только вышел из самолета. Сейчас на часах 3 часа 48 минут. Собственно говоря, дальше у нас паспортный контроль. Ну и все процедуры в аэропорту Анталии. Так что, погнали! Посмотрим, как это все выглядит. Что требуют? Где требуют тесты, либо не требуют тесты? Где требуют хэс-код, либо не требуют хэс-код? Все вы увидите в этом видео. Погнали! Друзья, смотрите, мы так быстро проскочили все процедуры в аэропорту Анталии, что я просто не успел вам именно в самом аэропорту все это встать, показать и рассказать. Но! Все-таки по пути я снял кое-какие моменты, которые вам нужно показать. И сейчас я вам это все расскажу и покажу. Значит, смотрите, как только вы вышли с самолета, прошли телетрап, вы попадаете в терминал и дальше вы направляетесь в сторону паспортного контроля. По пути туристам всем, можно сказать, меряют температуру. Но! Это не такое измерение, как в Украине, то есть вам не меряют температуру термометром, а вы проходите температурный скрининг. То есть установлены специальные камеры, которые, собственно говоря, из толпы покажут, у кого есть повышенная температура. То есть там намного все это серьезнее в Турции, чем в Украине. Ну, а нас же в Украине все пугают, что в Турции там все так страшно и ай-яй-яй. На самом деле, наоборот, в Турции как раз соблюдаются все меры безопасности и, ну, всякой этой ерунды, которая связана с коронавирусом. Ну, по крайней мере, максимально стараются соблюдать. Дальше. Подходим на паспортный контроль, даем ваш паспорт, приспускаем масочку и, собственно говоря, вам ставят штампик о том, что вы въехали в Турцию. Все. Никаких HES-кодов, никаких тестов, ничего тут не проверяют. Это все у вас уже проверили на регистрации на рейс, когда вы проходили это все процедуры в аэропорту вылета. Ну, в нашем случае это в Украине. После того, как вы прошли паспортный контроль, буквально пару метров вы спускаетесь на нижний уровень, где находятся ленты. Дальше, друзья, все стандартно. Сразу находите информационное табло и смотрите ваш номер рейса. К примеру, у нас по Q4363, соответственно, лента, на которой выезжает багаж, 103-я. Идете к этой ленте. Слева у нас 101-я, 102-я лента и вон там, где вот люди, 103-я лента. Подходим к ленте и ожидаем, когда выйдет ваш багаж. Ну, забираем и выходим из аэропорта. И пару слов по Duty Free. На примере самого популярного вискаря Jack Daniels. В аэропорту Анталии он имеет стоимость 24 евро за одну литру. В аэропорту Харьков он имеет стоимость 25 евро, но в Харькове, по-моему, это было 0,7 литра. В общем, выгоднее, наверное, делать покупки в Анталии. Багаж выехал очень быстро, собственно говоря. Я же говорю, все процедуры в аэропорту, в нашем случае, заняли буквально полчаса. Забираем багаж, идем на выход с аэропорта. Дальше, друзья, у нас уже будут стоечки туроператоров. Да, возможно, когда туристов будет больше, они будут стоять с табличками. Но когда мы выходили с аэропорта, туроператоры не стояли с табличками. У нас и так это все понятно было. Соговоря, это был туроператор Кампас и туроператор Джойнап. Так, ребят, как только вы вышли с аэропорта, обычно здесь туристов встречает представитель туроператора с табличкой. Вот, ну, учитывая то, что туристов мало, собственно говоря, как бы, когда вы прилетели, вы сразу и вышли с аэропорта, видите стоечки туроператоров. Вот ищите того туроператора, с которым вы прилетели. К примеру, если это Кампас, вы ищите туроператора Кампас. Если это Джойнап, вы ищите туроператора Джойнап. Вот, кстати, стоечка Джойнапа, 34-я. А мы прилетели с туроператором Кампас и ищем нашего туроператора, которого принимающая сторона, Келит Глобал с нашего рейса. Поэтому те туристы, которые от Джойнапа, они шли к Джойнапу, те туристы, которые от Кампаса, они и шли к туроператору Кампас на стоечку. На стоечке, друзья, вы показываете ваш ваучер, ваш паспорт, вас отмечают, что вы прибыли. И вы идете на трансфер к автобусу, который везет вас уже в сам отель. Вот так вот выглядят эти автобусы, на которых везут туристов по отелям. Это стоянка, собственно говоря, опять после сейчас, в момент отсутствия России автобусов гораздо меньше на стоянке стоит. Но когда будет людей здесь очень много, много туристов, вся эта стоянка будет забита автобусами, и, соответственно, вам лучше, желательно спросить на стоечке туроператора, где находится ваш автобус, в какой части стоянки примерно. Потому что, когда людей много, это все просто забитое. И, собственно говоря, ребят, на этом все. Никаких сложностей, никаких подводных камней, никаких проверок там, и запугиваний, что тут там все страшно и тому подобное. Вообще еще сложно. Как было, все, в принципе, так все и осталось. Только масочка обязательно, ну и, собственно говоря, температурный скрининг из общей толпы. То есть там реально будет, ну я заглядывал чуть-чуть, когда проходил монитор, как это все показано. То есть видно силуэт у людей, у которых нормальная температура, ну у которых ненормально, они бы светились как бы, как на, наверное, инфракрасном или как там. Ну, не важно суть. Я не в этом разбираюсь. В общем, друзья, все, я вам показал, что нужно туристам в 2021 году, когда они прилетают в аэропорт Анталью на отдых в Турции. И, собственно говоря, если есть какие-то вопросы, ребят, вы обязательно пишите в комментариях под этим видео. Если вы можете что-то интересное рассказать, вы тоже пишите в комментариях под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Друзья, вас ждет очень много видео с обзорами отелей, с обзорами ситуации, которая сейчас происходит в Турции. А также после всех этих инспекций у вас будут топы лучших отелей по разным категориям. Все это будет на моем канале, поэтому обязательно подпишитесь. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.